Дорогие друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в главу Пинхас, которое мы начали сегодня утром, но случилось нечто странное, я забыл, какое сегодня число. Сегодня 11 тому за 5779. А, сегодня 11 тому за 5779 года. Это верное замечание, и давайте вернемся к главе Пинхас. Ну, Пинхас и его поступок мы уже обсудили, и после этого глава рассказывает о подсчете. Посмотрите на подсчет, который делается. И естественно, что это напоминает нам другой подсчет, который был раньше в главе Бамидбак. И вещи совершенно понятны и логичны, то есть не нужно здесь... Не нужно здесь долго думать, почему есть два подсчета, один в начале, один в конце. Выходим в пустыню перед тем, как начать эти путешествия. Делаем подсчет. И помните, как все у нас было упорядочно в самом начале, да? Все по своим лагерям, группировкам, по своим флагам, точное количество, все знаем, кто за кем, куда идет. И Тора создала нам такое впечатление, что это какой-то просто идеальный порядок и сказка и гармония. И тогда я вас предупреждал, что это не потому, что книга Мамидбар рассказывает об идеальной гармонии, а именно потому, что мы выходим в пустыню, и там будет сплошной балаган. И действительно, как только вышли, начались и корох, и разведчики, и чего только не было, и Мириан там говорит, и этот, и этот, и этот, и мясо, ему уже не знает, что делать. То есть, в этот подсчет, в котором вначале был, он как раз был некой попыткой упорядочить, дать не даже не попытка, а основанием вот этого порядка, к которому можно будет вернуться, понимаете? То есть, если все знали, что когда выходили, был какой-то идеальный порядок, то люди могут сказать, окей, у нас есть к чему вернуться после всего этого балагана. Но если бы вначале не было вот этого порядка, то люди бы не знали даже, куда вернуться. Поэтому в конце 40 лет, а мы уже в конце этих 40 лет, 40-й год, здесь происходит новый подсчет, который подводит итоги всего этого пустынного путешествия. И можно сказать, что здесь, в главе Пинхас, на этой неделе заканчиваются все эти выяснения. Хотя мы с вами видим, что потом тоже есть в главе Матота определенные приключения и проблемы. Но основные выяснения, основные выяснения, которые были в пустыне, они уже остались за нами. Они остались позади. И это очень радует. Паруха Та, Дуднайла Михаулям, Шакольни Абедваров. Очень много было скандалов, очень много было ссор, очень много было кризисов. И глава Пинхас показывает нам, как эти кризисы завершаются. Вот эта история с Шимоном, с коленом Шимона, Пинхас, это, наверное, последний такой большой кризис. Будут некоторые выяснения, но с точки зрения кризиса колоссального, который сотряс... Вы понимаете, это не просто какие-то проблемы, а это кризис, который сотряс весь народ. Весь народ был потрясен. То есть каждый раз, когда происходит такой кризис, ставят под вопрос само существование нации. Понимаете? Тем более, что когда под вопрос ставится руководство Муше. Поэтому то, что приятно здесь, то, что хорошо здесь, то, что вдохновляет и оптимизирует, это то, что происходит новый подсчет, который подводит итоги всем этим скитаниям, кризисам и прочим балаганам. И посмотрите, как 26-й Пирог это описывает. И было после мора. То есть как будто бы вот, говорит, топ, закончилась эта страшная проблема. Давайте посчитаем и увидим, что у нас осталось. И сказал Ашемуше Лазару, сыну Арону Коэна, сказав, «Вознесите голову всей общины сынов Израиля от 20-летнего и выше по дому отцово всякого выходящего войска в Израиле». И я здесь еще раз хочу обратить ваше внимание на деталь. Мне кажется, она существенная. Растура ее подчеркивает, что призывной возраст у нас какой? 20 лет. Не 18, а 20. Почему так? Так, потому что, видимо, в 20 лет человек уже гораздо более сформировавшийся, чем в 18. И поэтому есть разница. Есть разница. Это прямо Алахай или как? А? Это прямо как Алахай или что в 20 лет? Конечно, написано. Вознесите голову всеобщей. От 20-летнего и выше всякого выходящего войска. А как это делать сейчас люди религиозные, думают, нравится армия? Как сейчас берут в армию с 18 лет? В противоречии с Торой, что значит, как? Не, ну как вот религиозные живут в армию в 18-19 лет? Смотри, нет запрета. Ну, это же Алахаш, что в Алахсин. Смотри, нет какой-то Алахи формальный. Но просто Тора указывает, что военная обязанность 20. Нет запрета раньше идти. Но согласитесь, что если Тора это подчеркивает, причем много раз, то, наверное, в этом есть значение и смысл. Все подсчеты взрослых мужчин, военнообязанных всегда вас 20 лет. Поэтому я считаю, что это актуально и сегодня. Потому что 18-летним гораздо легче заморочить голову. И практика показывает. Понимаете? В плане промытия мозги и направить их на выполнение задач, которые к обороне Израиля прямого отношения не имеют. Были в нашей истории такие случаи. Окей? По разрушению поселений? Например. Например. Кстати, я вообще считаю, не уходя в политику, но все-таки хочу заметить, что обязательный призыв в армию это не признак развитого и свободного общества. Поскольку это дает невероятную власть военной верхушки. Невероятную политическую власть. Понимаете? То есть, если генералы могут призвать в армию кого угодно, и когда угодно, то это дает им колоссальную политическую силу. А это всегда опасно. Не говоря уже о том, что нет никакого... Не нужна никому эта всеобщая воинская обязанность абсолютно на бессмысленно. Наоборот, армия нуждается в гораздо меньшем количестве людей и так далее. Мы видим, что в Торе нету обязательного призыва. А во время Давида они... Во время Давида? У Давида была маленькая... Да, маленькая армия, которая действовала. Но когда все шли на войну, шли все на войну. Когда есть общая война? Он мобилизует все? Все остальные, кроме его действующей армии, они проходили какой-то вкус молодого бойца? Не знаю, ни о чем этом не говорится. Вот все живут дома, если есть какие-то конфликты, он посылает Юава со своими там войсками. А потом, когда есть большая война, он призывает все. И так было и ушло, и шломо не держал. Эти шломо всего, казалось бы, богатства. Это разорится просто, если все... Совершенно верно. И главное, нет никакого смысла. Ни одному нашему царю в голову не приходило держать огромную регулярную армию. То есть, если... Такого не было нигде. Да, но для этого достаточно двух недель. Для того, чтобы подготовить сегодня настоящего боевого солдата, необходимо очень много времени. Это может быть и год, и полтора. Для того, и это требует огром... Если вы дадите мне сказать, я скажу. Я понимаю, но не во время. Извиняю. Так вот. Для того, чтобы подготовить сегодня настоящего боевого солдата, необходимо огромное количество времени и огромное количество технической подготовки. то сегодня фактически он специалист в области электроники часто и так далее. Кроме того, что есть физическая подготовка и так далее. И поэтому, для того, чтобы подготовить настоящего боевого солдата, отвечающего современным требованиям, для этого нужны годы. Или, по крайней мере... Если ты год или полтора или больше вкладываешь в обучение этого солдата, то потом тебе уже нужно его, по крайней мере, на несколько лет оставить, чтобы была какая-то польза от него, а то он обучился и ушел. И поэтому это высокопрофессиональные, высокоразвитые люди, которые фактически получают, может быть, даже вид высшего образования. А за это не за неделю, не за год этого не сделаешь. Да и не нужно много таких людей. Поэтому необходимы определенного вида, определенного рода люди, которые занимаются этим серьезно. А остальные... Это не то, что раньше, да? Воу! За Родину, за Сталину, вперед! Гиддон с тремястами безоружными людьми разогнал 135-тичную беньянскую армию. Топ! Я не хотел в эту тему входить, но эти уже вошли, обратите внимание, 20-летнего и выше. И сделали этот подсчет. Подсчет, конечно, интересен тем, что он позволяет нам сравнить. Давайте посмотрим. Сравнение. Сравнение цифр. Вот, кстати, здесь, в беленьком издании, они это сравнение сделали. Это очень интересно, потому что, когда мы читаем те цифры, когда мы эти читаем, мы их не помним и не сравниваем. А здесь это важно. Почему? Потому что ты можешь видеть, какое колено выросло, а какое колено убыло по количеству. А это уже говорит нам о том, кто и как вел себя в пустыне. Поскольку в пустыне были многие эксцессы, там всякие эпидемии, моры, пожары и прочее. Если ты видишь колено, которое убыло, вероятно, оно хулиганило. Поэтому это дает картину очень интересную. Вот давайте займемся сравнителем анализом. Давайте посмотрим на колено. Где начинаются цифры? Цифры начинаются здесь. Вот иуда. Это 26-й перок, 22-й пасук. Эти семьи иуды поисчисленны 6 из 70 тысяч и 500. То есть, 76 тысяч 500 после 40 лет. А в главе Мамидбар в начале было 74 тысячи 600. Иными словами, колено иуда выросло на 2 тысячи человек. Почти. Значит, оно сыграло позитивную роль. И действительно, вы помните, какую решающую роль сыграли Нахшон Бен Аминадав. По крайней мере, согласно Мидрашам, он пошел в море. И Колеб Бен Яфуне, который был первым, кто воспротивился предательству разведчиков. А я про какое говорю? Теперь давайте посмотрим на Иссахара. Эти семьи Иссахара поисчисленны 4,6 тысячи 300. А в первом подсчете 40 лет назад было 54 тысячи 400. 10 тысяч выросли. Из этого ты понимаешь, что колено Иссахар не хулиганило, а занималось позитивной деятельностью. А иначе для чего мне эти подсчеты, понимаете? Что у меня от этих цифр? Совершенно верно. Это характеристики. Звулон было 57 тысяч 400, а стало 60 тысяч 500 на 3 тысяч евро. Молодцы. Видите, Иуда, Иссахар, Звулон вели себя позитивно и повысили уровень своего народа населения. Дальше идут сыны Йосефа, которые разделяются, естественно, на Минаше и Ефрайма. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, каково их количество. Минаше было 32 тысячи 200, а стало 52 тысячи 700. Это же надо на 20 тысяч 500 человек выросло население, народонаселение Минаше. Согласитесь, что это потрясающий результат. И мы видим с вами в нашей главе, как это проявится в просьбе дочерей слов Хада. Они хотели ираться с Раимом. Ну вот с вами дойдем. Да, теперь Эфрайм. Что у нас с Эфраймом? Эфрайм было 40 тысяч 500, а стало 32 тысячи 500. Уменьшение на 8 тысяч. Согласитесь, что это навевает определенные мысли. И информация к размышлениям. Почему это колено Эфрайм уменьшилось на 8 тысяч человек? И ушло в вину глава колена Эфрайм, повел себя позитивно. Не знаю. Я не знаю. Понимаете, Турани все рассказывает нам. То есть это остается загадкой? Для меня это загадка. Может кто говорит, а вот это не загадка. Но есть здесь намек, понимаете. Мы нигде с вами идем в Туре какого-то осуждения колено Эфраймом. Может я плохо помню. Вы помните что-то такое? Какие были скандалы с Эфраймом? Корх, разведчики нет. Мясо нет. Ничего особенного не было. Не упомянуто. Но я вам еще раз хочу напомнить, что Туран рассказывает нам про 2-3 года из жизни пустыни. И поэтому, что было десятки лет и что там происходило. Но безусловно, здесь есть намек, такой тонкий, для внимательного читателя, что у Эфрайма были какие-то проблемы. Какие? Не знаю. Если вы найдете, может быть, какие-то мидроши по этому поводу, скажите, это интересно. Теперь давайте посмотрим на колено Беньямин. Колено Беньямин, чем оно отличается от других колен? Тем, что это единственное колено, которое родилось в Ира Цесраэль. Это младший сын Яакова. Это младший ребенок Яакова. То есть, Беньямин, чем он характерен? Он будущее. Понимаете? И храм на его территории. Но это будет выбрано потом, в книге Дворим. Итак, что было с Беньямином? Колено Беньямин увеличилось более чем на 10 тысяч. Было 35 тысяч 400, а стало 45 тысяч 600. Согласитесь, 10 тысяч 200 прибавки. Значит, беньяминцы вели себя замечательно. Может быть, это выражалось не в том, что они сделали что-то героическое, а в том, что они ничего плохого не делали. Кстати, интересно, вот этот завитый мидраж, помните, про сечение моря, который говорит, что первым вошел, помните, Накшон. А второй вариант, что это Беньямин был. Есть два варианта. Просто вариант с Накшоном он более известен, популярен. Потому что приятнее думать, что это сделал туда один. Как-то зависит количество положительных поступков от того, насколько увеличилось колено. Потому что ее удава увеличилась не сильно, хотя у нее больше наблюдаются. Я не знаю, не могу сказать, как точно измеряется это. Но не знаю, не знаю. У меня нет критериев хорошего поведения. Я знаю только одно, что если колено увеличилось, значит, его не коснулись те эпидемии, помните, эпидемии, пожары, моры, которые были бы забили в пустыне. В истории с Корохом, в истории, помните, там, в истории с разведчиками, там тоже были, в истории с мясом, и здесь пожары, и здесь умерли, и здесь, и здесь, и здесь. И Шимон наколбасил, и поди, знай, может быть, там кроме Шимона были другие товарищи. Не хочу поднимать эту тему. То есть, возможно, были какие-то более значимые поступки, которые Тора просто... Не знаю. Тора вообще практически ничего о пустыне не рассказывает. Есть книга Бабидбар, которая посвящена пустыне, и ничего не рассказывает нам. Вы понимаете? Вот как вышли, вот пришли. И все. Если ты внимательно смотришь, то ты понимаешь, что тебе рассказывают только несколько эпизодов. В главе Хукак происходит скачок вдруг из второго года в сороковой. И все. А что они делали в десятки этих лет? Значит, не так главное. Значит, не главное. Да. И поэтому, что делала колено Бениамин? Я знаю только одно. Если увеличилось, значит, хорошо. Если уменьшилось, значит, плохо. Вот это действительно можно с достаточно уверенностью сказать. Более подробно у меня нет возможности такой. И давайте посмотрим на колено Дан. Их было 64 400. Нет. Их было 62 700. Осталось 64 400. Увеличились? Колено Дан. Не знаю. Наверное... Мясо не просили. Не знаю. Я не знаю. Я знаю одно, что колено Дан выросло. Причем число его очень большое приближается к Иуде. Тоже большие колено незначительно выросли. Как Иуда или Дан. Ну, выросли. Изначально. Выросли. Да. Изначально было большое количество... Да. Ты можешь сказать, что они... Да. Но если бы они уменьшились на 20 тысяч, ты бы это заметил. То, что у Шимона это просто катастрофа. Да. Понимаете? То есть, понятно, что что-то с ним произошло. Когда прибавка 20 тысяч, ребят, прибавка 2 тысячи. Что там было 60, а там было 30 тысяч человек. Теперь Ашер. Колено Ашер была 41 500, а стало 53 400. Увеличение на 12 тысяч. Очень серьезное увеличение. Чем они там проявились, не знаю. Но факт. Нафталии было 53 400, а стало 45 400. Уменьшились на 8 тысяч. Что-то там у Нафталии не очень-то было. Значит, они участвовали в каких-то там балаганах. Подизнай. Каких не могу сказать, но бросается в глаза значительное сокращение. Не знаю. Не знаю. Вот вам численность. А теперь думайте. Общее число военнообязанных сынов Израиля 601 730, а в первом подсчете было 603 550, то есть уменьшение на 2000, но это не изменило общего типологического числа 600 тысяч. 600 тысяч, которые взрослых мужчин, которые вышли из пустыни, они сохранились. То есть мы видим, что народ Израиля как формация, минимальное его количество 600 тысяч, оно не изменилось. Где-то увеличилось, где-то уменьшилось, но обратите внимание, что те же 600 тысяч чуть больше осталось. Вопрос, здесь много вопросов возникает. Меня, например, интересует вопрос, куда делись египтяне. Ведь 600 тысяч взрослых мужчин было, не включая египтян. Так, кто говорит, 600 тысяч взрослых мужчин и еще огромное сбой из египтян. Египтяне в течение пустыни исчезают, понимаете? То есть исчезают, из рассказа они исчезают. И есть несколько предположений. Можно предположить, что они просто за 40 лет ассимилировались в коленах Израиля. Но тогда это означает, что убыли было гораздо больше. Значит, тогда они пустыни... Или скажи, что так как они хулиганили, то их много умерло. История с золотым тельцом, с мясом и так далее. Ну когда же были 10 казней? Как? А вести народ мой, а египтяне... После 10 казней мы видим, что вышло огромное количество египтян. Вышло. Да, но... К народу в Ашаме не имеют никакого отношения. Почему не имеют никакого отношения? Мы им сделали обрезание и пошли дальше. Потому что она появилась, но они не исчезли. Вот что я хочу сказать. То есть, ни у нас нет никаких сведений, что они куда-то исчезли. Значит, они растворились в стенах Израиля. А куда уйти-то? В пустыню некуда уходить. Умереть можно. Вперед 500, назад 500. Иди, говорит. Иди. Умереть они не умерли? Умереть могли все. Игиптяне? Все египтяне? Нет никакой индикации. Нет никакой индикации, что они умерли. Да, понятно. Кто-то, наверное... Тураж говорит, что вышло огромное сборище. Понимаешь, это не 200 человек и не 300, и не 400. То есть, в пустыне были невероятные потери, если они ассимилировались с странами Израиля? Вот, а я и говорю. Если ты говоришь, что они включаются в число перечисленных, так как ассимилировались, тогда получается, что потери Израиля были невероятные. Да. Трудно это предположить. Потому что все-таки... Все возможно. Другое предположение, что они не учитываются в этом подсчете. Но, с другой стороны, никого отдельного упоминания их нет. Не растворились же они. Почему? В смысле, я имею в виду, не испарились. Ну, не испарились, но умерли из Киоса. Все умерли? Да. Тураба это сказал. Что-то умер. Я готов принять эту версию, если ты мне приведешь доказательства. В качестве теории... Я не знаю. Я не знаю. Я вам скажу честно, что я не знаю, потому что я ничего не знаю о том, что происходило 38 лет. Ничего не знаю. За 38 лет можно очень многое изменить. Мы же умерли все египтяне за 38 лет. А почему только египтяне? Это уже слишком, понимаешь? Почему? Ну, потому что у нас нет никакой индикации этого. Да, но мы же видим, что какие-то колена страдают. И у них нет уменьшения. Да, но чтобы исчезло целое колено. Целая группа людей вдруг исчезла, причем большая. Ну, не вот так же не исчезли. 38 лет это слово. Тураба говорит, что те, кто вышли, были старше 20 лет, они умерли, это обсуждается. А то, что... Может быть, это число, оно действительно за счет того, что, ну да, ну, другой стороны, другие поколения выросли. Не знаю. Смотри, предположить, можно все, что угодно. Мне нужно доказать. Если ты приведешь убедительные доказательства, я готов ищи. И в любом случае, в любом случае, мы видим, что здесь упоминается только вот это число. Понятно, что это только взрослых мужчин, то есть не считая детей, женщин и так далее. Так же, как не считают женщин детей, вполне возможно, что их не посчитали, египтян. Кстати, я тебе могу привести пример того, что Турани всех считает. И вы обратили внимание, где в этих подсчетах потомки Итро? Где потомки Итро? Теперь вы можете сказать, а откуда я взял, что они пришли с нами? Сто процентов. Книга Яушуа и книга Шофтин, они упоминаются черным по белому. А их здесь не подсчитано. А потому что они не важны для принципиального понимания. Понимаете? Я хочу еще раз повторить вам. Тура не сообщает всех технических данных. Она сообщает... Секунду! Она сообщает только то, что считает важным для понимания общей тенденции. Вот и сынок Израиля взрослых 600 тысяч. А если бы ты посмотрел там документальный трансляцию, ты бы увидел, что там море народу еще с ними шло. Сколько потом кафедрологов? Не знаю, но это группа людей этническая, которая упоминается отдельно в книге Шофтин. Что есть такая группа томки, что они переехали, что они разделились. Понимаешь? Там не написано, сколько их было. Открой, проверь. Понимаете? То есть то, что Тура не сообщает о ком-то еще, это не означает, что его нет. Поэтому логично предположить, что часть египтян может ассимилировалась, а часть сопровождала Израиль в качестве отдельной этнической группы, о которой ничего не сообщается. А, кстати, доказательством этого я вам могу, опять же, приведу книгу Бамидбар. В первый, второй-то год, когда они вышли с нами, они точно же были? Находь? А когда, помните, в книге, в главе Бамидбар, Насо, объясняется она, как они шли, вот есть такие лагеря, такие лагеря, о них нет слова. Но они точно существовали тогда. Уж за год-то они не могли исчезнуть. Вывод, они и здесь существуют, только не упомянуто, так же, как потомки Итро. А я вам даже больше того скажу, поди знай, кто там еще был. Откуда мы знаем? Тора хочет заострить наше внимание на количество сынов Израиля. Понимаете? А сколько там было народу всего? Поди знай. Как мы их тогда считаем? Они что же, если, кто они считали, как рабыли или кто? Не знаю. Отдельно. Как потомки Итро шли отдельной этнической группой, не смешавшейся. Вполне возможно, они... Помните, мы с вами учили книгу Эзра? Да, и там не указывается... Рега, рега. В книге Эзра указывается, что там были разные категории. Были так называемые нити ним, гивонитяне. И отдельно шли. Дицы там были, которые были... Пропадают. Рега, рега, рега. Были там... Там упоминаются отдельные этнические группы, нееврейские, которые приехали с нами. Но они там почитались, упоминаются. Да, там просто упоминаются, что приехало столько народу, и вот такие были, такие, такие, такие. Если вы внимательно читали книгу Эзра, а мы с вами пытались это делать, то мы с вами помним, что там были очень разные категории людей. Очень разные. Пестрая компания. Тем более, если они вышли из Египта. Что же думаете? Теперь очень важный принципиальный вопрос. Кроме подведения итогов, сколько осталось, есть, конечно, у этого подсчета принципиальный практический характер, принципиальная практическая цель. Посмотрите. А, кстати, мы с вами левитов не посчитали еще. Не упомянули. Потому что они отдельно. Их не считали, но приводится их цифра. Их считали отдельно. Это 26,62. Общее количество левитов 23 тысячи, а было 22 тысячи. Видите, они на тысячу увеличились. И мы с вами знаем, что они проявили верность в истории золотым тельцом. Но они не наобороты. Не на много, но относительно их, это много. Ифта всего было 20 тысяч человек. Теперь давайте посмотрим, для чего с точки зрения практически проводится пересчет. Кроме подведения итогов и смотреть, сколько осталось. Практически для чего? Посмотрите, 26,55. Леонид даже не это, а вот 26,51. Это исчисленные сынов Израиля. 600 тысяч и 1730. И говорил Ашемуша, сказав, для этих поделиться странам на дел по числу имен. И теперь вы понимаете, почему в этом подсчете нет других этнических групп. Потому что они не получают землю. Понимаете? Это подсчет только тех, кто получит землю. Это верно. Да, но у Леви есть функция. Да, но он не подсчитывается в числе в этом. Он отдельно там обсуждается. Это без него. 600,1 тысяча, это без него. Без него. Он потом, я вам просто забежал вперед и посмотрел, сколько все-таки их осталось. Понимаете? Для этих поделиться страны. Вот понимаете, почему Тура перечитает? Уже этим будет делиться. А сколько всего было народу? Ой, цыганский табор. Многочисленному умножь надела его, а малочисленному меньше надела его. Муж по исчисленным его дан будет надела его. Вот для чего это надо. Только по жребию разделят землю, по именам колен отцов их получат надел. По жребию разделится надела, как многочисленному, так и малочисленному. И вот после этого Леви перечисляются, то есть они не относятся к этому. Теперь я хочу подчеркнуть, опять же, это вещь, которую мы тоже не обращаем внимания, как на возраст военно-обязанных. Посмотрите, для чего подсчитывается это? Для того, чтобы распределить землю. Земля распределяется по коленам, по отцовским домам, по семьям. Нет такого положения, чтобы у евреев в РЦСР не было своей земли. Не государственной. Своей земли. И это первое, что он должен сделать. Иушуа Бенун, поселка завоевал страну, разделил, распределил ее. И у каждого есть свой фамильный надельный участок. Я могу его продать, я могу его купить, в ювелий он возвращается, но он есть. Игмара говорит, человек без земли не человек. Точка, пожалуйста. По коленам. Папа, это книга и ушел. А не могу так быть по численности, допустим, численность небольшая, но надел большой. Не, не, это проводилось по жребию, через Урим и Тумим. Книга не ушла, описывает подробно. Но обратите внимание, что каждый колено получает, колено распределяет по своим, по семействам. И в конце концов у каждого есть свой надел. Понимаете? То есть у меня должен быть участок земли, мой, не государственный, не кооперативный, не профсоюзный, не фонда, я не знаю никого, а именно мой. Ну, в колено же были распределены, а не от 1 больше, а не в курсе по территории земли. В соответствии с количеством. А, ну, соответственно, 5. Ох, 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 ох. А как мы режимировать размеры, если там по жребию? Жребия был не слепой, там были Урим и Тумим. Смотрите книгу Юршу. А они анализировали, да? Смотрите книгу Юршу. Невси подробнейшим образом описано. И поэтому, потом она распределялась, естественно, внутри, понимаете? То есть земля, она должна быть, и на моей земле я делаю, что хочу. Я могу ее продать, но в Ювель она вернется ко мне. А, в Ювель это 50 лет. И поэтому левиты в этот подсчет не входят, потому что у них нет земли, понимаете? И у, конечно, потомков Итро нет своих земли. Значит, они все разбросаны там делом? Это описывается подробно в книге Юршуа и Шуфти. Сначала они были в Ирихо, потом поднялись в Арат, потом часть из них ушла в Галилею. Понятно, что они существовали, да? Знаете, вполне возможно, что немножко как бедуины. Мы видим, например, Яэль, да, в истории с сесрой. Яэль живет в Галилее. То есть это не то, чтобы их участок, но вот они живут там. Наверное, их не было так много, чтобы им понадобилось какое-то большое участок. Египтяне, смотри, египтяне, скорее всего, разошлись по разным коленам. Мы не видим нигде в книге Шуфти, Мьюшуа, Автанахи никакого ни малейшего упоминания об этой отдельной этнической категории. Остается предположить, что они просто растворились. Растворились. Потому что, вполне возможно, тогда еще они не растворились. За 38 лет. Не знаю. Ты знаешь, сколько странных вещей в Торе? Сколько загадок здесь. Если бы я знал, я бы тебе сказал в самом начале. Но я тебе честно скажу, не знаю. И поэтому я оставляю вам в качестве самостоятельной работы. У вас молодые творческие умы. Копайте. Леви распределялись по всем коленам. Но они городские жители. Понимаете? Они в городах. Есть множество 48 городов-левитов. А на дело-то нету. В городах нет земли. Им даются там приусадебные участки километра от стены. Помидорчики, огурчики, овечку. Десятину. Массы разделяются. Но земли нету. Земли нету. Такое вот колено. Пам-пам-пам-пам-пам.